Праздник, посвященный Дню Садовода и Огородника, стал традиционным для Владивостока. Ежегодно на площадке у Дома молодежи проходит насыщенная концертная программа. Выступают и творческие коллективы, и сольные исполнители. Главными же гостями являются дачники. Каждый раз это очень радостное, веселое, доброе мероприятие. И это во многом благодаря, конечно, вам, потому что только хороший жизненный настрой помогает ежедневно бороться с сорняками, непогодой. Огородники представят плоды своих трудов – необычные цветы, композиции сруктов, овощи огромных размеров и интересных форм. Будут объявлены итоги конкурса огородников и дачников, победители получат призы. Смотр дачных участков уже идет. Организатором выступает администрация Владивостока совместно с Союзом садоводов. Это текущая работа, которая происходила на территории СНТ для создания благоприятных условий пребывания на нашей территории. Это развитие нового движения садоводческих некоммерческих товарищей. Конкурсная комиссия выберет лучшего цветовода, овощевода, а также лучшее садовое некоммерческое товарищество и садовый или дачный участок. В течение нескольких недель жюри отсмотрит десятки наделов. Вырастила свеклу, получила приз, очень крупную свеклу. Потом стала, естественно, выращивать какие-то экзотические, что-то новое. В том году там был послен то, 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 то. Но я даже не знаю, мы как хотели, так и делаем. Для себя, вот просто для себя, для души. Естественно, хочется за это что-то… Приятно будет получить элементарно какой-то саженец. Награждение победителей состоится 8 сентября в 12 часов. Лучшие в каждой номинации получат сертификаты на 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря. В этом году в конкурсе представлено 4 номинации. Это лучший овощевод, лучший цветовод, лучший дачный участок и лучшее садоводческое общество. Конкурс является хорошим подспорьем для дачников, стимулом для использования новых способов работы. Также владельцы приусадебных участков черпают знания из журнала «Сады и огороды Приморья». Есть у журнала и видеоверсия. Так, в ближайшие дни планируется очередной выпуск программы. В нем поднимут темы «Муравьи друг или враг», «Прополка основа здорового огорода» и «Отдыхаем или производим невиданный урожай». Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.